Почти у всех сейчас стоят пластиковые окна, и многие сталкивались с проблемой провисания дверей или хождения пластиковой рамы относительно стекла. Особенно это касается больших окон в пол. Результатом всего этого проявляются некоторые проблемы – залипание язычка замка или неплотное закрывание самой двери. Диапазона регулировок штатных винтов уже не хватает, и дверь может настолько провиснуть, что своим нижним углом касаться рамы и плохо закрываться. Ну что ж, попробуем всё исправить своими силами. Для этого нам придётся снять штапик. Обычным шпателем мне этого сделать не удалось, он слишком мягкий. Воспользовался стамеской и пластиковым молотком, и он поддался. Может для этого есть специальные лопатки, но я об этом не знаю. Под штапиком стекло и рама никак не связаны между собой, поэтому рама большой высоты ходит влево-вправо свободно. Пластины, которыми должно быть расклинено стекло, вставлены не в распорку, а свободно, причём и сбоку, и снизу, и сверху. И именно это главная причина провисания рамы. В идеале дверь нужно снимать и расклинивать по новой, и делать это не в одиночку. Но увы, всё делаю как всегда один. Выставляю раму по уровню, меряю диагонали и обезжириваю место нанесения герметика. Наносить его будем как раз в створ между рамой и стеклом. Герметик я взял полимерный, можно полиуретановый, силиконовый и тем более акриловый я бы не использовал, скорее всего отвалится. По-хорошему нужен двухкомпонентный герметик, но это больно дорогое удовольствие для домашнего использования. Для расклинивания купил набор монтажных прокладок, лучше взять пару таких разной толщины. Чтобы поднять раму вверх, прокладки нужно закладывать в верхний угол на стороне, противоположной петлям, и в нижний угол, но уже там где петли. Опять же, одному это делать очень неудобно, нужно и раму тянуть вверх, и прокладки вставлять. Когда штапики сняты, стекло нужно ещё и придерживать, иначе оно просто вывалится. Ну что ж, вся процедура выполнена, осталось поставить штапик на место и заколотить его пластиковым молоточком или деревянным бруском. Ждём сутки, пока герметик сохнет и проверяем. Вот теперь окна в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok